Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Урсула Легуин. «Левая рука тьмы». Читают Александр Гаврилин и Илья Сланевский. Я остался один на один с существом из иного мира в стенах этого мрачного дворца в странном заснеженном городе посреди ледникового периода, наступившего на чужой мне планете. Все, что я говорил сегодня, и вообще с тех пор, как прибыл на планету Геттон, внезапно показалось мне не просто нелепым, но и немыслимым. Как я мог ожидать, чтобы этот вот человек, впрочем, как и любой другой в этой стране, поверил моим сказочкам об иных мирах, народах, о каком-то малопонятном добром правительстве, существующем где-то в черной пустоте космоса? Все это было на редкость глупо. Я прилетел в Кархайт на весьма странном корабле. Я действительно по ряду физических признаков существенно отличался от геттонианцев. Разумеется, все это следовало как-то объяснить, однако мои собственные разъяснения на этот счет были в достаточной степени абсурдны. «Я и сам им не очень-то поверил бы на месте геттонианцев». «Я вам верю», — сказал мне Эстраван, этот инопланетянин, сидевший прямо передо мной в совершенно пустом доме. «И столь велико было в тот миг мое ощущение чужеродности, что я уставился на него в полной растерянности». «Ну, хорошо», — сказал он. «Все оказалось именно так, как я думал и думаю сейчас. А думаю я вот что. Перед нами сани, которые нам предстоит тащить всем вместе. Но прежде чем впрячься в эти сани, я задам один вопрос, Эстраван, а то мне совершенно заморочили этим голову. Что это за бесконечные темные и крайне загадочные слухи о некоем посланнике, что прибыл с обратной стороны Луны?» Значит, Дженли Аи все-таки и спросил разрешение на въезд в Оргарейн. «Ах, посланник! Он действительно тот, за кого выдает себя. А это значит, что он прислан из другого мира. Да ладно, оставьте вы эти ваши кархальтские метафоры, Эстраван. Я уже забыл о своем шеф-гретаре. Так вы ответите мне или нет?» «Но я уже ответил вам». «Значит, он действительно инопланетянин!» — воскликнули в один голос Опсул и Иегей. «И он действительно получил аудиенцию у короля Аргавена?» Я ответил сразу обоим. «Да, получил». Они с минуту помолчали. А потом снова заговорили оба сразу, даже не пытаясь скрыть своей заинтересованности. Иегей, правда, пробовал ходить вокруг да около, зато Опсул сразу перешел к делу. «Какую роль в таком случае вы отводите ему в своих планах?» «Похоже, вы сделали на него ставку и проиграли. Почему?» Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...